В прямом эфире новости ОТС. Сегодня пятница, 13 марта. В студии Алексей Кыржановский. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok На телеканале ОТС стартует уникальный телепроект «Патриот». Такой российскую армию не показывал никто. Субтитры делал DimaTorzok Благодаря ей первая очередь производство позволит сдавать 70 тысяч квадратных метров готового жилья в год. Вторая и третья очередь тоже не за горами. Их сдадут к 2018 году. И тогда завод выйдет на мощность в 300 тысяч квадратных метров. Проект детища группы компании «Первый строительный фонд». Губернатор поблагодарил ее генерального директора. Депутата фракции «Единая Россия» Маиса Мамедова за то, что тот в непростое экономическое время сумел найти средства и построить для региона такое необходимое производство, которое положительно скажется на развитии строительной отрасли. Это, конечно, получилось благодаря такой системной последовательной политике развития, которую проводит руководство «Первого строительного фонда» господин Мамедов. Этот новый завод, конечно, займет особое место в географии промышленной стройиндустрии в нашем городе. И еще раз благодарен вам всем за то, что уже свершилось. Но сегодня мы ленточку разрежем все вместе. И вот новый завод заработал. Уникальное предприятие займется производством крупнопанельного домостроения, которого существенно не хватает нашему региону. На церемонию запуска технологического процесса приехал даже министр строительства и ЖКХ России. С подробностями наш корреспондент. «Оператор только следит за показаниями, засыпается песок, щебень, это все в автомате. Он следит, что идет процесс. Все, на этом его функция заканчивается». Инженер-технолог Евгений Краус объясняет, на новом заводе крупнопанельного домостроения человеческий труд минимален. Умные машины самостоятельно создают бетон, арматуру и плиты, из которых построить многоэтажный дом можно в кратчайшие сроки. Мощность первой очереди – 70 тысяч квадратных метров готового жилья в год. «Благодаря европейским технологиям производство практически безотходное. К примеру, на данном этапе бетон разделяют на твердые и жидкие фракции. Жидкие потом отправляются по трубам в соседний производственный цех. Твердые отсеиваются и попадают на склад. Потом их можно использовать вторично». Виновник торжества – региональная группа компаний. С помощью зарубежных партнеров из Германии, Италии и Абстрии она за полгода сумела выстроить завод и запустить производство. Объем инвестиций – почти 2 миллиарда рублей. «Завод мы построили в одном дыхании. Конечно, я очень хочу поблагодарить своих коллег-строителей. Они ночь и день трудились для того, чтобы сегодня увидеть результаты». Новое производство поможет устранить дефицит качественных панельных зданий в регионе. Ведь пока у нас преимущественно строят либо кирпичные, либо шлакоблочные жилые дома. «Мы изменим с помощью вот этого завода пропорции строительства с точки зрения быстровозводимого жилья. Более эффективного с точки зрения по экономике, по темпам затрат. Поэтому это убедительный пример. Этот завод имеет перспективу развития второй и третьей очереди». Это значит, что наша область может замахнуться на новый рекорд строительства нового жилья. Но по карману ли оно будет людям, учитывая нынешние непростые экономические условия? Решить вопрос обещает министр строительства и ЖКХ России. «Сегодня строители нас просят в первую очередь поддержать ипотеку. Сегодня решение уже принято по субсидированию процентной ставки до 13%. Сейчас вырабатывается механизм. Но надеемся, что в начале будущей недели уже будет председателем правительства подписано соответствующее распоряжение». В будущее, несмотря на кризис, строители региона смотрят с оптимизмом. Тем более, что благодаря новому заводу в области появятся новые и, главное, недорогие дома европейского уровня. Александр Могилин, Константин Стримаусов, Новости ОТС. Национальное программное обеспечение. Государственные услуги в электронном виде должны оказываться с помощью только российских программ. Замена импортных софтов уже идет по всей стране, и наша область в лидерах по внедрению российских технологий. «Переход на новые платформы требует компетенции и внутри региона. Очень сложно, так сказать, перейти на новый инструментарий, с которым никто не работал, лучше еще обучить и сделать его пригодным для эксплуатации непрофессионалами, пользователями, которые должны систему использовать каждый день. Здесь мы находимся в более выгодных условиях. Мы над этой задачей, не дожидаясь санкций, уже последние пять лет работаем». Уже сейчас около 80% ведомств перешли на работу с российским программным обеспечением. Теперь важно ретранслировать эту практику в районы региона. Этот процесс займет еще полтора-два года. Еще один IT-прорыв в нашем регионе – это постепенный отказ от GPS-навигации. Сегодня уже 13 тысяч транспортных средств переведены на систему ГЛОНАСС. Бюджет для разработок и внедрения античных программ продуктов будет общим для всего Сибирского федерального округа. Доктор мчится сквозь белую равнину. Там, где застрянет скорая помощь, проедут спасатели. Накануне сотрудникам областной аварийно-спасательной службы пришлось вызволять из снежного плена жителя Тогучинского района. У пенсионера случился инфаркт. От спасателей спасенному апельсины Игорь Ковалев и Алексей Земсков принесли пациенту кардиологического отделения горбольницы. Сейчас 75-летний Виктор Шаповалов чувствует себя хорошо. Недавно пенсионер был на волосок от смерти. В тот день в Тогучинском районе, в селе Бугатак, был сильный снегопад. Дорогу замело так, что не пройти, не проехать. Некоторые добирались до своих домов на лыжах. Среди них Виктор Андреевич со своей женой. В избе у мужчины заболело сердце. Супруга вызвала скорую помощь. Скорую помощь никогда туда не приедет. Потому что на обычном транспорте добраться невозможно. Скорая остановилась примерно в пяти километрах от дома Виктора Шаповалова. Из Новосибирска в Тогучинский район выехали сотрудники областной аварийно-спасательной службы. В прицепе с ним охот и специальные сани для эвакуации пациента. И вот буран заведен. Впереди путь по снежной целине. На счету каждая секунда. Но тут новая проблема. По дороге к пенсионеру, женщине-медику. Самой может понадобиться помощь. Одета не по погоде. Врач говорит, ну вот у меня даже специальной одежды нет. Спасатель снимает с себя куртку. Говорит, пожалуйста, я вот вам отдам свою теплую куртку. Доктор одел теплую куртку. Говорит, поедемте. Ну штаны оставьте себе. Сын Виктора Андреевича вместе со спасателями тоже поехал на снегоходе в деревню. Показал короткую дорогу к дому отца. Добрались быстро. По словам врача, у пожилого человека случился инфаркт. Глубина снега превышает где-то местами даже полутора метров. То есть по такой глубокому снегу можно даже и перевернуться на снегоходе. А тут еще приходилось пострадавшего эвакуировать. Пришлось его транспортировать медленно, потихонечку, там объезжая каждую кочечку. В итоге мужчину отвезли в Новосибирскую городскую больницу номер один. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Подобные случаи, когда скорая не может проехать к пациенту, в этом году не редкость. Снега выпало слишком много. Прийти на помощь спасатели готовы в любой ситуации. Там, где в сугробах увязнут бураны, специалисты используют сверхпроходимую машину. Снега-болотоход. Главное, чтобы сигнал бедствия поступил вовремя. Анатолий Харитонов, Антон Мамаев. Новости ОТС. Компания «Биобан» приглашает на выставку продажу экологически чистых удобрений «Флор-Эс» и «Фитоп-Флор-Эс». 14 марта с 10 до 12 часов ДК «Серезнево-46». 15 марта с 10 до 12 часов ДК «Металлург» Котовского 2А. Консультации и доставка удобрений по городу Новосибирск по номеру 8 383 292 98 68. Куртки, пальто, ветровки раздаем за копейки. Оптовые ярмарки в России. Со 2 по 14 марта. ДК «Прогресс». Оценка профпригодности по мировым стандартам. Такая возможность есть у студентов учреждений профобразования, которые примут участие в национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Полуфинал пройдет в Новосибирске уже в начале апреля. О том, как готовиться к состязанию в колледже автосервиса и дорожного хозяйства в рубрике «Человек труда». Машин все больше, а профессионально обслуживать их могут немногие, уверен второкурсник Сергей Стась. Скоро он представит область в полуфинале национального чемпионата в Сибирском федеральном округе по профмастерству. Потому серьезно совершенствует профессиональные навыки. Задания надо будет выполнить за ограниченный период времени. А вот в применении высоких технологий полная свобода. Тем более, что колледж за последние три года серьезно обновил учебно-лабораторную базу. Если ты получаешь дополнительный опыт, который ты не получишь в гаражном столе, допустим, даже где-то у себя в гараже, то это не получишь никогда. В начале апреля окружной этап конкурса. В мае национальный финал. Впереди битва за европейское и мировое первенство. Диплом первого, второго, третьего места за рубежом. Это является путевкой в жизнь сразу. У нас работодатели, которые начинают сотрудничать с движением WorldSkills, понимая, о каком уровне уже квалификации идет речь конкурсантов, соответственно, они без разговоров его принимают на работу. Окружные соревнования в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей пройдут в колледже. Сегодня национальный эксперт проверяет, все ли на конкурсной площадке соответствует международным стандартам. Отмечает, Новосибирск задает высокую планку. И касается это не только технического обеспечения, но и подготовки студентов в учреждениях среднего профобразования. Профессионализм является своеобразной валютой. Валюта, которая уже не обесценится. И никто ее не отберет. Потому что это всегда останется с ним. Что бы у него ни происходило, он всегда может своим профессионализмом, во-первых, заработать на жизнь и выстроить свою карьеру. Вот и Сергей свою жизнь планирует связать с выбранной профессией и уверен, что достигнет в ней высшего мастерства. Наталья Цопина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Бродячая угроза. Более 200 жителей за последние два года обратились в Кочаневскую больницу после укусов бродячими собаками. Только с начала этого года зафиксировано уже семь случаев. Одной из последних жертв стал 85-летний пенсионер. Кто виноват? Что делать? На эти вопросы на улицах рабочего поселка искал ответ и Андрей Белкил. На улицах Кочанева бездомные собаки чувствуют себя настоящими хозяевами. Им, как в шутку говорят жители, все дозволено. Бегай, где хочешь, спи, где приглянется. Нападай, когда посчитаешь нужным. На меня как-то напали, их было семь штук. Мужчина, спасибо. До самого переулка, до Чапаевки шел. И там женщина открыла ворота, я к ней зашла. Маргарите Борисовне можно считать повезло. Ей помог случайный прохожий. Как, впрочем, и еще одному пенсионеру, труженику тыла Анатолию Чернышеву. 85-летний ветеран просто пошел в магазин. По дороге на него накинулась стая собак. Да, я не помню, что хватанули. Я к стенке прижался вот так вот. Вот. И сумкой. А что сумка эта? Был бы я помоложе, конечно бы я. Или пнул, или что. А то что? Сосклизнется и порвут на смерть. Ветеран не стал обращаться к медикам, считая, что помощь ему не нужна. А таких, как он, в поселке немало. Хотя существует и официальная статистика. Более 200 жителей за два года стали жертвами бездомных животных. Анатолий Васильевич попытался, по его словам, найти правду в поселковой администрации. Ему все объяснили и рассказали. У нас тут не отлавливаем этих собак. Собак нельзя убивать. А в город, мало, из города, если приедут, надо большие деньги платить. Видишь, как они? Вот. У депутата лезут, они аж пищат. Вот. Да умеры. По следам ветерана мы тоже отправились к поселковому руководству. Услышать позицию поселковой администрации нам, к сожалению, не удалось. Чиновники отказались, сославшись, что все комментарии будут после 16 марта. Когда в районе, в Кочаневском районе, пройдут выборы главы администрации. Действительно, местный мэр сегодня участвует в борьбе за кресло главы района от КПРФ. Но каким образом это сильно влияет на работу заместителей, нам, по крайней мере, непонятно. Людей кусают бездомные животные, а они про выборы. Вот, как говорится, все оружие весну встречают медики. У них, учитывая ситуацию, все в наличии. И антирабическая вакцина, и иммуноглобулин. Абсолютно бесплатно, все это для населения, то есть все оно всегда имеется в виду, так же, как и иммуноглобулин. Все это есть, всегда в наличии, мониторируется, чтобы всегда это было, то есть, как бы запасы были пополнены. Выход, как помочь бездомным животным, готовы предложить жители. Ну, организовали бы приют. Мне кажется, никто бы не пожалел какую-то сотню дать, или те же отходы какие-то принести. Ну, жалко. Убивать жалко. Если будут убивать на виду у детей, это же некрасиво будет. А пока Кочаневская ребятня бегает на детскую площадку в сопровождении бездомных собак. И хорошо бы, если для последних это будет тоже безобидная игра. Андрей Белкин, Олег Сурков, Новости УТС. А вот в Кировском районе Новосибирска кто-то явно переусердствовал в борьбе с бродящими собаками или намеренно хотел отравить именно домашних питомцев. Об очевидном случае травли братьев наших меньших смотрите далее. Лежал спал, то есть я даже на трогу. Молодец. Ну что, уколчик будем тебе ставить? Дарга – собака-поводырь. Но сегодня вместо того, чтобы везти свою хозяйку Татьяну на работу, он получает болезненные уколы от клиники. Три дня назад после прогулки пёс почувствовал себя плохо. Тяжело дышал, терял равновесие. Изначально я подумала, что ему просто можно погулять на улицу. Сходили-погуляли, но оказалось, что совсем непросто. И что-то с ним творится не то. Отравление из-за неозидом, противотуберкулезным препаратом, крайне токсичным для собак. Таков предварительный диагноз ветеринара. Диагноз ставим исключительно по клиническим симптомам. Потому что у нас за этот день, за 11 число, было три животных с подобной клинической симптоматикой, живущих достаточно близко, живущих друг от друга, гуляющих на одной территории. Из этого можно, на мой взгляд, сделать вывод, что действительно животные были отравлены, возможно, вот этим компонентом, называемым из-за неозид. Врачи обещают, что в ближайшие дни Дарга сможет вернуться к привычной жизни. А с ним и его хозяйка. Каждый день выходишь, как на войну, и не знаешь, то ли ты придешь домой живой и здоровый, ну в плане собаки, я имею в виду, то ли собака что-то съест и отравится. Если собака отравится, это все, это просто вот жизнь остановится, потому что, ну, то есть мы без нее не можем никуда. Собаководы, гуляющие со своими питомцами в сквере сибиряков-гвардейцев, в котором и отравились животные, переживают не только за своих питомцев, но и за детей. Ведь яд был найден поводырем Дарга между школой и детской площадкой. Жильцы уверены, все это непростое совпадение. Это вот, вот это просто, я считаю, акция против домашних собак. Против домашних собак? Против домашних собак. Я не считаю, я даже убеждена в этом. Пострадал Лаки, это Бигль. Хозяйка убирает за ним и никогда не спускает его с поводка, потому что он убегает. Пострадали два маленьких, Джек красил терьера. Умер маленький такой рыжик, дворняжка у дедушки. Дедушка гулял с ним. Он тоже его никогда не спускал с поводка. То есть пострадали собаки, законопослушных собаководов. Отравилась еще здесь спаниелька дня два назад. Она умерла. То есть ее в Сириусе не смогли спасти. Еще овчарка. Тоже она умерла. Испуганные и возмущенные владельцы собак не намерены отступать. Когда удастся получить заключение специалистов, подтверждающие факт отравления животных токсичным препаратом, пойдут писать заявление в полицию. Однако, признаются, на результат особо не рассчитывают. Закона о защите животных в нашей стране до сих пор нет. Мы его добиваемся уже с 2000 года, вот, 15-й год. Мы пишем регулярно обращения, письма президенту. Вот не только мы, в смысле, вот там, добровольцы нашей организации, многих городов России. Пока все безрезультатно, как и попытки найти виновных в неоднократных случаях отравления собак. Розовые пятна, следы токсичного вещества, сегодня уже засыпаны выпавшим снегом. А жильцам окрестных домов остается только внимательнее следить за своими животными. Оксана Тимофеева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Наработок у него было очень много. Он большой труд готовил по пограничным войскам. Новосибирск был готов к принятию и проведению чемпионата России. Славные подвиги солдат Великой Отечественной войны. В Новосибирске презентовали книгу полковника контрразведки в отставке нашего земляка Владимира Зырянова. Документальное произведение вышло в свет уже без своего автора. Всего сто экземпляров брошюры, но читателей будет тысяча. Литературный труд полковника Владимира Зырянова будет в открытом доступе в электронном виде. Сегодня в Доме молодежи прошла презентация книги «Немеркнущий подвиг советского народа». Автора уже нет в живых. Книгу представляют его товарищи. На страницах о главных сражениях в Великую Отечественную войну. Предвоенная и послевоенная Россия. Политическая ситуация в современном мире. Наработок у него было очень много. Он большой труд готовил по пограничным войскам. Я знаю, там определенные наработки у него были. Были у него планы связаны и с религиозным экстремизмом подготовить. Потому что он длительное время, не один десяток лет, занимался как раз именно вопросами в свое время религиозной тематики. И прежде всего экстремистка религиозной тематики. Автор книги «Профессиональный военный» полковник Зырянов служил в зенитно-ракетных войсках. Затем в КГБ и ФСБ. Юрист по образованию Владимир Федорович уже в отставке написал более 50 исследовательских материалов. Политика, экономика, религиозный экстремизм. Но большее значение придавал патриотическому воспитанию молодежи. Мы создали благодаря ему очень неплохую группу, лекторскую, которая ездит в дни призыва на сборный пункт в город Опи. У него было очень прекрасное представление о том, что творится сейчас в мире. Какая внутренняя и внешняя политика нашего государства. И это на фоне этого он, ну-ка, естественно, создавал вот эти книги и читал эти вот лекции. Лекции для призывников продолжат читать товарищи автора. И именно эта книга ляжет в основу встреч. Елена Подкорытова, Василий Тополев, Новости ОТС. В Новосибирской филармонии. Потому здесь появился цикл концертов «Поем песни Победы». Они стали первыми официальными мероприятиями, посвященными юбилею окончания Великой Отечественной войны. Отличительная черта, всем знакомые произведения звучат не только со сцены. Зрители поют вместе с артистами. Чтобы она приобщалась к нашим песням военных и лев, чтобы она знала историю нашу. Знаешь, какую? Шестилетняя Злата в концертный зал имени Арнольда Катца пришла услышать знакомые мелодии. Ее ровесников здесь немного. Больше тех, кто о войне знает не понаслышке. Я в отставке, офицер запаса, бывший малолетний узник фашистского концлагена. Вот я о себе все это рассказываю. Работу патриотическую ведомость, с ребятишками. Пока будет силы, пока будет здоровье, я эту работу продолжать буду. Камерный хор Новосибирской филармонии предложил зрителям песни Победы не просто послушать, исполнить. Готовы петь хором военные песни? Нет. Почему? А я в молодости, лет 50 тому назад, в хоре был безголосый. Рот только открывал. Впрочем, даже в таком случае обещают петь. Пусть не хором, но сердцем. Народ готов подхватить песни. И даже, хотя здесь очень много людей такого солидного возраста, но молодежь эти песни тоже знает. Я прямо вот сужу по своей внучке, которой 18 лет, и она тоже знает эти песни. Эти песни будут жить даже, если мы не будем петь, они на генетическом уровне будут передаваться из поколения в поколение. Победа – достояние общее, а потому и песни военных лет сегодня исполняют вместе. Это не последний такой социальный концерт филармонии. Пригласительные билеты можно взять в кассах абсолютно бесплатно. И желающих с каждым выступлением становится все больше. В этот раз пришлось даже перенести мероприятие в большой зал на тысячу мест. Потребность велика, и нам не хочется вот так резко обрывать это все. Поэтому буквально сегодня я приняла решение о том, что мы сделаем еще два концерта дополнительных в апреле уже в камерном зале филармонии, в так называемом доме Ленина, историческом здании. И отдельно пригласим всех желающих, отдельно объявим дату. Ну а раз идею совместного исполнения так активно поддержали зрители, то в филармонии уже задумались, не сделать ли подобные концерты традицией. И вполне возможно, что в следующем году Злата придет с обновленным репертуаром и все-таки споет хором. Наталья Цопина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Такой армию еще не показывал никто на телеканале ОТС. Стартует телевизионный проект «Патриот». Непрерывные съемки 24 часа в сутки. Уникальные рубрики и эксклюзивные кадры с армейских полигонов и воинских частей. О самом масштабном телевизионном проекте в 41-й армии смотрите далее в нашем следующем сюжете. 35 часов. Терабайты видеоматериала. Все это настоящая современная армия без постановок и прописанного сценария. Телевизионный проект «Патриот» — это только живые эмоции. Моя задача была приручить вот эту вот зверюгу. Это армейский броняавтомобиль «Тигр». Нам для нашего проекта специально разрешили военные провести его полный тест-драйв. Мы делали все, что угодно. Мы его пропускали через горящий коридор, мы стреляли по его броне. Ну, было абсолютно здорово, круто. Единственное, что у меня, конечно, нет такой подготовки, как у людей, которые в нем постоянно ездят. Ну, и возникали некоторые сложности. Ну, просто тяжело было залезть, тяжело было вылезть. Было такое, что поскользнулся, свалился пару раз. Съемочной группе пришлось нелегко. На сон времени не было. Часами в сугробах ждали секундные кадры. Не обошлось без потерь. Один из операторов обморозил палец. На самом деле, после того, как возле меня взорвалась граната, я мало чего соображаю. Я только под музыку стараюсь привносить движение и динамику. Я не слышу на левое ухо. Тяжело пришлось не только команде проекта «Патриот». Герой блока «Хочу в спецназ» прожил двое суток в отряде специального назначения под прицелом видеокамер. До начала проекта он утверждал, что, фу, да все будет легко, я сделаю это элементарно. Когда мы приехали туда, и он столкнулся с реалиями, то сказал, нет, я хочу домой, я больше не смогу. Но в итоге оставим интригу, смог ли наш молодой человек продержаться до конца. Над программой работают больше десяти человек. Ночной звонок, чтобы поделиться новой идеей, для них уже норма. Кто-то даже бросил вредные привычки и начал ходить в тренажерный зал после съемок в спецназе. Главное почувствовать себя там, что не только главный герой находится в спецназе, а главное еще самому быть там, оказаться там, узнать, каково это. Тогда все, что ты прочувствуешь, все выложишь при монтаже этой программы, этого проекта нашего, я думаю, все-таки он выстрелит. Премьера телевизионного проекта «Патриот» состоится уже завтра в 13.00 на телеканале ОТС. Николай Сальников, Александр Ведерников, Новости ОТС. О спорте. Третий этап чемпионата России по биатлону завершился. Старты состоялись в Новосибирском биатлонном комплексе. Кому не помешала роковая пятница 13-я? В нашем сюжете Евгения Нагаева. Новосибирск стал одним из пяти городов России, где разыграли медали чемпионата страны. Спортсмены опробовали себя в 11 разных дисциплинах. Организаторы резюмируют. Все прошло успешно, без каких-либо сбоев. Новосибирск был готов к принятию проведения чемпионата России по один-другим станциям. Прошли два дня соревнований, никаких замечаний от представителей команд нет. Всем все нравится, независимо от того, что все-таки погода, маленько нам снег мешает и может быть портит картинку саму. Но для качества проведения соревнований не было никаких замечаний ни по стрельбе еще, ни по дистанции. Новосибирская женская группа – одна из лучших в России. 10 марта в спринте девушки заняли первое и второе места, соответственно. Не зря в сборную страны претендуют сразу три сибирячки. Хотелось бы и больше, но у нас и так сейчас представительство большое было Галя Нечкасова и Аня Никулина. Сейчас в строй возвращается после восстановления Ольги Вилукина. То есть уже три, но это многовато. Ну еще плюс у нас Женя Павлов сейчас, конечно, она чемпионка универсиады. И плюс хорошая старта, она все время здесь на виду. Поэтому кандидатов много. Сегодня на дистанции 7,5 километров командной гонки у хозяек трассы не все получалось так, как хотелось бы. Возможно, всему виной дата – пятница 13-я. У победительницы этапа Кубки Европы Галины Нечкасовой перед самым стартом отломился прицел на винтовке. Пришлось меняться местами с партнершами по команде и стрелять не из своего ружья. Совсем не мое, поэтому результат – три промаха. Поэтому сегодня не наш день, видимо. Сегодня пятница 13-я, наверное, на это повлияло. Видимо, да, совпадение чисел. День недели как-то, видимо, на меня это влияет. Буду знать. Новосибирская дружина заняла лишь четвертое место. В эту мистическую дату удача сопутствовала Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Красноярскому краю. Сегодня лыжи работали исключительно хорошо. И этот снежок, слава богу, нет такого ветра, как обычно в те дни было. Так что сегодня все сопутствовало удаче. Среди мужчин лидировала команда Башкортостана. За ними Тюменская область. А замкнула тройку лидеров сборная Красноярского и Камчатского края. Новосибирская область лишь на седьмом месте. Теперь спортсмены отправятся в город Уват, а потом Тюмень. Итоги Кубка нации будут подведены в конце месяца. Евгений Нагаев, Алексей Пагудин. Новости ОТС. На этом у меня все. В студии работа Алексея Крыжановского. Хороших выходных и до встречи. Компания Мастер. Мебель по индивидуальным проектам. При заказе кухни с итальянским фасадом мойка в подарок. Спешите! Магазин Мутон Люкс заморозил цены. Предлагаем вам норковые шубы от 65 тысяч рублей, мутоновые от 15 тысяч рублей. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Сакура». «Сакура» – качество, дизайн, функциональность. Скороварка-мультиварка «Сакура» – два в одном. Лучший помощник на кухне для всех. В ближайшие дни, после того, как центр циклона уйдет на восток, территория области окажется за холодным фронтом. Станет меньше облачности, температура воздуха немного понижится. 14 марта по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске возможен небольшой снег. Ветер западный – 3,8 м в секунду, пара воды – 15, влажность – 84%. Температура ночи – 4,6, днем – 0,2. В последующие двое суток временами снег, метель. Температура воздуха в воскресенье – днем – 1,3, понедельник – 0,2. На этом о погоде все, а я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok